31 июля под Тарамана отмечают день рождения мальчика, который выжил. Герой самой популярной и издаваемой книги планеты. В далёких 90-х годах Гарри Поттер начал завоёвывать сердца детей всего мира. И хотя сегодня наш герой уже взрослый состоявшийся мужчина, в этом году ему исполняется 41 год, для ребят он остаётся их ровесником. Мальчики и девочки растут вместе с волшебником, читая книги о его приключениях. Учатся дружить, любить и сострадать, не отчаиваться и не сдаваться перед трудностями. Вообще Гарри Поттер – это мальчик, который переживал множество ситуаций вместе со своими друзьями, ошибался, он был не совсем идеальный. Но именно то, что у него была вот эта вот сила характера, он переживал смерть близких людей, но потом всё же поднимался и побеждал. Заядлые поттероманы знают множество интересных деталей и фишек книги. Например, такую фамилию герой носит потому, что по соседству с Роулинг жила семья Поттеров, и будущему автору безумно нравилось, как это звучит. Игру в квиддич писательница придумала раньше, чем саму историю о мальчике-волшебнике. А у некоторых героев есть прототипы в реальной жизни. Роулинг признаётся, что Гермиона, она писала себя. Именно она была в детстве вот такой же копией Гермиона по характеру, по складу характера. Но самого Гарри Поттера она, безусловно, очень сильно любит, потому что даже день рождения Гарри Поттера, 31 июля, совпадает с днём рождения его мамы Джоан Роулинг. И хотя эта книга, несомненно, в первую очередь детская, интересные детали в ней находят и взрослые. Многие, прочитав Гарри Поттера в детстве, спустя годы возвращаются к нему, чтобы взглянуть на историю уже совсем другими глазами и найти в ней тайные смыслы. Грамотные, образованные, взрослые легко считают множество подтектов в этой книге. У Джоан Роулинг есть множество отсылок к античности, к средневековью и к истории и к культуре, к алхимии, к астрономии, к различным другим наукам. Есть в Гарри Поттере отсылки к классической английской литературе, например, к Холивер Твисту Чарльза Диккенса. Оба главных героя потеряли родителей, у них было тяжёлое детство. Книгу серьёзно изучают литературоведы, некоторые сравнивают её с Евангелием. Надо отметить, что здесь нет ничего такого криминального, страшного, потому что рассматривается именно с точки зрения литературного текста. Построение Евангелия и построение книги о Гарри Поттере, потому что очень много совпадающих вот таких вещей. Ну вот, к примеру, то есть это относится к жанру трикстерских романов, Гарри Поттер, в то же время Евангелие, кстати, тоже бестселлер мировой Евангелие, тоже книга очень знаменитая. К дню рождения Гарри Поттера в библиотеке имени Пушкина открылась небольшая выставка, на которой можно узнать об интересных фактах из мира Джоан Роулинг и, конечно, взять почитать книги о знаменитом «Мальчике-волшебнике» для лет старше шести лет. Екатерина Пёнова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.